Уважаемый сэр, у меня есть четыре вопроса. Брат, один вопрос за раз, и, пожалуйста, назови своё имя. Я Шиджил. И мой первый вопрос. Есть некоторые места в священных писаниях, в которые трудно поверить. Например, в Коране говорится, что птицы бросают камни на врагов на поле боя. В подобный контекст довольно трудно поверить. Это мой первый вопрос. Брат сказал, что Коран упомянул птиц, которые бросали камни на врагов. Об этом говорится в 105-й суре Филь. И есть много подобных мест. Например, Коран говорит, что пророк Мохаммед разделил луну на двое. Или Муса разделил море. Это сложные вещи. Поэтому они называются чудесами. Чудеса — это то, что человеческий разум не может понять. Для нас, людей, разделение луны на двое невозможно. И также разделить море на два — это невозможно. Поэтому эти вещи известны как чудеса, которые только Бог может сделать. Ты и я не можем. Так что нам трудно представить себе это. Единственный способ для нас удостовериться — это вернуться во времени. Сейчас мы не можем вернуться на три или четыре тысячи лет назад и удостовериться, действительно ли Моисей разделил море. Поэтому мы говорим, что это чудеса, и мы не можем вернуться в прошлое во времени. Но есть много вещей, которые сказал Коран, которые стали фактами сегодня. Например, Коран говорит о науке. О Большом взрыве. Коран говорит о свете луны. Что это не его собственный, а отраженный свет. И Коран говорит о сверечности Земли. И также говорит, что Солнце вращается. Все это для человека 1400 лет назад звучало, как «что это за ерунда?» Луна имеет собственный свет? Земля сферическая? Вселенная расширяется? Все эти вещи. Но сегодня, после того, как наука продвинулась вперед, мы знаем, что это факты. Но чтобы узнать, что произошло в прошлом, мы не можем вернуться в прошлое. Но моя логика говорит, некоторые упомянутые вещи в Коране вы можете проверить сейчас, а некоторые вещи вы не можете проверить. Ведь мы не можем вернуться в прошлое. Так что это входит в категорию сокрытого. Поэтому мы можем проверить примерно 80%. Так что моя логика говорит, если мы можем проверить 80% упомянутого в Коране, сегодня мы узнали, что они на 100% верны. То, что мы можем проверить, нет ни одного процента неправильного. Вы должны проверить историю. Я так думаю. Да. Поэтому, брат, я говорю тебе, чтобы ты мог утверждать, что что-то произошло в истории на 100%, ты можешь доказать это, только вернувшись в прошлое. Если Гаран говорит, что пророк Моисей разделил море, ты не можешь доказать, что он не разделил его. Но также, ты не можешь доказать, что он разделил его. Потому что мы не можем вернуться в прошлое. Можем ли мы вернуться на 3 или 4 тысячи лет назад? Мы можем это сделать? Мы не можем. Поэтому, логически, мы можем лишь сказать, это могло произойти, а могло и не происходить. Птицы, возможно, бросали камни, а может и нет. Правильно? Да. То, что мы говорим, это сокрыто. Если бы мы говорили про ядерную бомбу тысячи лет назад, они бы поверили? Поверили бы они? Нет. Они бы сказали, что это за чушь. Правильно? Но сегодня ты и я верим, ведь так? Потому что наука развита. И также есть ядерные бомбы, и есть атомные бомбы. В чем проблема, если птицы бросают камни? Ведь это очень просто. Ядерная бомба гораздо сложнее. Так что здесь мы понимаем, что мы не можем вернуться во времени. Так что моя логика говорит, все, что мы можем проверить сегодня, все, что мы можем проанализировать сегодня из Корана, 100% было доказано, что это правильно. А 20% мы не можем проанализировать, потому что мы не можем вернуться в прошлое и не можем переместиться в будущее. Мы не можем научно доказать, что есть рай и ад. Так что если ты спросишь меня, брат Закер, ты врач, как ты можешь верить в рай и ад? Я говорю, что это входит в 20% неоднозначного или сокрытого. Так что моя логика говорит, когда 80%, что мы можем проверить сегодня из Корана, на 100% верно, и нет даже 1% неверного, так что моя логика подсказывает, что 20% неоднозначного, иншаллах, также окажется верно. Может быть, наука продвинется вперед через 20-50 лет, и мы подтвердим, что существует жизнь после смерти, и удостоверимся в существовании рая и ада. Так что моя логика говорит, что эта вера логична, что когда даже 0,001% не является неверным, из 80% проверяемого Корана, поэтому моя логика говорит, иншаллах, 20%, которые вы можете проверить, вернувшись в прошлое или будущее, даже это, иншаллах, окажется правильным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!